Хатам Но Дадабай тоже не мог прокормить Хатама, отвел его на базар и продал богатому купцу Джалалбаю. Привез Джалалбай Хатама в свой дом и начал приучать к работе. Прошло два-три года. Собрал как-то Джалалбай сорок верблюдов, нагрузил их товарами и вместе с караваном купцов отправился в дальний город. Хатама он взял с собой. Шел караван много дней и ночей, прошел степь и пустыню. Однажды вечером, когда уже темнеть стало, увидел Джалалбай в пустыне развалины какой-то усадьбы и обратился к купцам. «В этих развалинах мы заночуем». Но купцы начали возражать ему. «Место здесь пустынное. Мы устали, крепко уснем. А вдруг воры нападут врасплох? Никто нам не поможет?» Побоялись они останавливаться на ночлег в этом месте и продолжали свой путь. Не послушал Джалалбай советов и остался в развалинах ночевать. После ужина Бай со своими слугами улегся спать, а Хатаму дали саблю и оставили его караулить верблюдов и товары. В полночь явился в усадьбу огромный черный див. Пришел, поглядел и прямо полез в ту комнату, где спал Бай. Хатам заметил дива, тихонько к нему подкрался сзади и с саблей отрубил ему голову. Вынес Хатам ее из усадьбы и выбросил во враг. Потом прилег около коней и верблюдов и подумал, ну, с этим дивом я расправился. Но он, конечно, не один. За ним и другие дивы сюда придут, напасть на нас могут. Придется мне с ними сразиться. Не стал Хатам никого будить, а вышел в пустыню, посмотрел в одну сторону, посмотрел в другую и решил, вон там гора виднеется. Див, наверное, оттуда явился. Направился Хатам к той горе. Пришел, видит, в горе пещера. Нет ли здесь какой-нибудь тайны, подумал Хатам и зашел внутрь. В глубине ее виднелся свет, слышались голоса. Притаился Хатам у стены и прислушался. Кто-то говорил, черный див до сих пор не вернулся. Не случилось ли с ним чего? Пойдем его искать. Хатам выбрался из пещеры, спрятался около входа, крепко сжал в руках саблю и приготовился. Только вышел первый див, Хатам ему голову отрубил. За ним второй показался, Хатам и со второго голову снял. Так Хатам всех дивов убил. Расправившись с дивами, Хатам зашел в пещеру, смотрит, в стене какая-то дверь. Открыл ее Хатам и увидел прекрасный сад. Там цветы цветут, птицы поют. На полу, засланном красными, как раскаленные угли коврами, на одеялах спали четыре красивые девушки. Одна девушка проснулась, увидала Хатама и говорит ему, «Эй, человек, а ты знаешь, что в этой пещере сорок дивов живут? Зачем ты пришел сюда? Вернутся дивы, так если у тебя и десять душ есть, ни одной не оставят, беги скорее отсюда!» Хатам отвечает, «Что мне сорок дивов? Их жизнь и смерть в моих руках была. Сегодня я их всех убил. «А вы что за девушки? Что здесь делаете?» Разговор разбудил и остальных девушек. Проснулись они, встали, а одна из них и говорит Хатаму, «Мы, дочери четырех шахов, дивы нас похитили и сюда затащили». Вывел Хатам девушек из пещеры и показал им обезглавленных дивов. Похвалили девушки Хатама за храбрость, поблагодарили за свое освобождение и начали умолять, «Увези нас с собой из этой пещеры!» Хатам им говорит, «Не могу я вас сейчас с собой взять. Оставайтесь пока здесь. Мне одно дело кончить нужно. Окончу его, вас всех по домам развезу». Вышел Хатам из пещеры, завалил вход большим камнем, а сам вернулся в усадьбу и принялся кипятить чай. На рассвете Джалалбай и слуги его позавтракали и дальше поехали. Хатам никому про ночные тайны не рассказал. Полную версию этой аудиокниги можно купить в интернет-магазине аудиобук.уз